Здарова, народ! Добро пожаловать на канал Миклуха Макфла. Сегодня я хочу заняться реставрацией вот такого традиционного русского ножа. Это нож, который называется косарь. На самом деле, я знать не знал, что конкретно этот ножик это косарь, и он имеет какую-то потрясающую историю. Он валялся в доме моей прабабушки долгое время, ну и такой, я думаю, какой, господи, уродливый и совершенно ненужный никому ножик. Он был совершенно ржавый, я его уже отмочил в средстве по удалению ржавчины, кислоте. Сейчас надо будет почистить. Так вот, веду я канал на Дзене и, значит, пишу статью про русские ножи. И кто-то мне в комментариях написал, что традиционный русский нож это косарь. Я такой, о, косарь, интересно, что это? Начал гуглить и увидел вот как раз вот этот нож, нож своей прабабушки. Думаю, ничего себе, у меня есть такой потрясающий ножик, и он в таком ужасном состоянии. И, собственно, решил я его восстановить и показать вам, как должен выглядеть традиционный русский нож. Я не знаю, из чего сделан этот нож, но есть предположение, что он либо из пилы, либо кованый. Почему кованый? Потому что, видите, он не очень ровный. Здесь изгиб, здесь сужение, сюда тоже сужение. То есть, пила обычно, она одинаковая по всей длине и не имеет таких вот изгибов. Здесь, вероятнее всего, ножик кованый. Ну и надо вот это вот дело подисправить. Погрень, постучим. Погрень, постучим. Погрень, постучим. Погрень труб. немного почистил нож выглядит он сейчас таким вот образом такой гладенький приятный стал хотя делов тут конечно очень много но каверны очень глубокий на самом деле он прям жалел жалел много лет соответственно зачищать его прям зеркало ну не имеет никакого смысла потому что ну я на это потрачу очень много времени а так хотелось бы чтобы он выглядел когда будет готов также брутального также мощно как будто вот вытащили с раскопа и бой отправились так сейчас нужно будет немножко поработать над формой потому что видно да вот здесь вот есть у . небольшая здесь есть у . то есть лезвие вот так выглядит сравняем лезвие немножко подведу край так работаем над формой и посмотрим что получится вот что у нас получилось по форме не стал делать здесь щучку потому что ее изначально здесь не прослеживалось он такой был спошенный как сакс как будто бы сделал острием на самом деле здоровый давайте проведем небольшие замеры но так ради прикола не строгать 20 сантиметров получается примерно 20 сантиметров длина лезвия и общая длина ножа 30 32 сантиметра в обухе он у нас 4 миллиметра стать такие ножи были до сантиметра в обухе то есть толстенные ножи вот как раз косари и назывались они бабе топор я уже это говорил использовалась в том числе но всякие хозяйственные работам капусту срубить что-то там в огороде тот тот же самый кстати нож для хлеба это вот он как раз таки русский нож для хлеба и в том числе использовался для срубания мелкого леса то есть ну такой мачете это на самом деле наша народная мачете и так первичная обработка у нас завершена теперь можно заняться изготовлением ручки за основу для ручки предлагаю взять тоже традиционную форму вот такого вот свинокола тем более тем более она сюда идеально укладывается и должен получиться неплохой нож берем две дощечки и вырезаем вот такую вот заготовку качестве накладок буду использовать вот такую 8 миллиметровую фанеру это как вы понимаете от кровати идеально подходит немного подравниваем данном ноже у нас штифты заклепки алюминиевые собственно тоже будем использовать алюминиевую проволоку диаметром 5 миллиметров рассверливаем старое отверстие хвостовике ножа до 5 миллиметров вставляем первую половинку и засверливаем насквозь подставляем с обратной стороны вторую половинку и в эти же самые отверстия просверливаем и и и отрезаем 3 сантиметра алюминиевого штырька и немножко расклепываем с одной стороны вот получилось у нас заклепка вставляем заклепку в одну половинку ручки теперь мы ставим сюда хвостовичок и теперь вторая половинка ручки устанавливаем сверху и также забиваем хотя друзья почему бы не использовать клей есть у меня вот такой вместо гвоздей универсальный кристально прозрач на основе каучука древесина штукатурка керамика пробка бетон кирпич пвх гипс стекло металл принципе древесина и металл подходит подходит давайте наносить так нанес я клей прям туда клей распределяю по внутренней части а потом будем закорачивать я думаю нормально решил дождаться высыхания клея стянулся струбцинами клей выступил залил все полости которые здесь были прям совсем нормально стало в общем ждем до завтра высохнет клей расклепаем заклепки придадим конечную форму ручки наточим и будет у меня крутой нож и так прошли сутки можно снимать расклепывать и обрабатывать еще нужно будет подшлифовать вот эту часть потому что вот я хватаюсь она чуть-чуть режет соответственно нужно сделать вот такой вот выемку тогда будет совсем хорошо отрезаем излишки заклепок вставляем буквально миллиметра 4 это будет достаточно чтобы расклепать и сделать головку заклепки при помощи напильника нужно придать грубую форму теперь обрабатываю на моем импровизированном гриндере ну и конечно ручная обработка итак после шлифовки вот такая вот ручка у меня получилось мне кажется выглядит очень даже неплохо в руке сидит прям скажем хорошо приятно теперь нужно чем-то обработать вы конечно скажете что надо пропитать маслом все такое но блин это старый ржавый нож это фанерка просто от кровати фанерка вот я думаю что масло будет излишне поэтому я считаю что самым простым а главное аутентичным способом обработать рукоятку будет обжечь и и и а и и и и Пришло время заточить хорошенько наш ножик. Вот такая вот режущая кромочка у меня получилась. Мне кажется очень даже неплохо. Но мы обязательно его сегодня испытаем. Сначала немножко шлифанем. Субтитры подогнал «Симон»! Вот такой вот замечательный ножик у меня получился. Я думаю очень даже неплохо он выглядит. Он реально огромный, но при этом не очень-то и тяжелый и достаточно удобно лежит в руке. Косарь, напомню, это нож-косарь, традиционный русский нож. Бабий топор, ну такое мачете русское народное. Давайте немножко потестируем. Сначала тест на остроту. Вот тут у меня есть газеточка. Посмотрим, насколько он остер. Напомню, толщина обуха 4 миллиметра. То есть он толстенный. И при этом спокойно режет газетку. Так. Еще это хлебный нож. Соответственно на хлебушке тоже можно попробовать. А? Идеально, друзья. На самом деле очень удобный нож. Очень. Класс. Так, ну и раз уж это топор, то предлагаю немножко тестов топора. Мне всегда нравится, когда в видеороликах делают вот так. Смотрите, круто. Ну и не забываем о том, что это топор. И он предназначен для того, чтобы убирать мелкие мясные насаждения. Посмотрим, справится или нет. По мне так справляется идеально. Сейчас俺ら по поводу. Поехала атомка вken. Субтитры подогнал «Симон»